друзья всем привет сегодня очередная рыбалочка приехал на аку приехал на новое место сейчас время 7 утра до приехал в район каширского моста куда вы мне советовали и недавно здесь был андрюха андрюха привет спасибо тебе добрался до места вот но пока на водоеме тишина ну конечно же рыбалочка на жереха сегодня комплект у меня фаворит крит в росте 2.54 в тесте 721 шамана страдик 4000 23 года ну и шнур 08 8 жильный флюр поводок использую ну и по приманочкам блесна пельки рочки вокеры в общем всего хватает ребят ну подробнее может быть попозже все расскажу какие блесна использую отвечу на ваши вопросы какие веса какие цвета ну и так далее вот ребят вот время терять не буду но и вас время отнимать не буду хочется сейчас присмотреться где играет жерех но еще конечно же рановато сейчас солнышко чуть пригреет но и думаю все будет ладно браться давайте будем начинать погнали так ребят ну давайте поделюсь первыми впечатлениями о месте значит вон сам каширский мост с этой стороны идет обширный меляк сами видите да вот какие-то островочки вот здесь вот так вот течка бьет уходит сюда в струю вот здесь острова чик вот левее острова чик не знаю видно вам или нет то что солнце бьет прямо сюда вот здесь вот так вот идет такой обширный обширный меляк то То есть я сейчас зашел метров, наверное, на 20-25, почти по поясу, а то и даже и меньше. Вот, та сторона, она глубина, здесь вот такой выход миликовый. То есть вообще очень интересное место. Жерик такие места любит, перекаты, милики, где можно малька погонять. Но пока вот стою, наблюдаю, всплесков не видно. Ну, на Оке всегда так. Утро, рассвет, есть активность, потом тишина, и вот где-то там после 8, ближе к 9, водичка чуть прогревается, ну и Жерик начинает активно себя вести. Ну, посмотрим, посмотрим. Место мне уже очень нравится. Пока я ничего не поймал, но место интересно, нравится мне такое место. Видно перекаты, милички, островочки, какие-то коряжки нет-нет торчат. Интересное место. Интересное место. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим, как сложится рыбалочка. Ну, я думаю, что-нибудь мы сегодня да наковыряем. Ладно, буду наблюдать, смотреть. Если где-то увижу всплески, то сразу пойду туда. Ну, вот, ребята, наконец-то, первая рыба. Я уже отчаялся. Ну, Жерик неплохой, ребят. На самом выбросе взял. Хороший жерешок. Сейчас выглядит. В то время уже полодинства, вообще тишина. Походил по берегам, туда-сюда, блин. Нифига. Думаю, да что ж такое, не должно же быть так, что вообще жереха нет здесь. Ну, вот, какой-то стал движ происходить. Выше по течению поднялся. Одну, вторую блесеньку. Ну, вот, взял на паках. Хорошо заглотил. Хороший жерешочек, ребят. Ну, вот, первый жерешок. Хорош, хорош. Ха-ха-ха. Настроение мое сразу становится лучше. Ну, давай, Бражда. Давай, иди сюда. Ну, ребята, хороший жерешок, хороший. Петер, Бражда, поднялся вообще, не алё. Хороший. Ну, пусть побесится такой килошник, наверное, кило плюс. Хороший жерех. Хороший. Давай, дружочек, отпущу я тебя, ты не переживай. Иди сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, что творит? Сожрал паку. Такую в зелёном цвете, кислотную. Опа. Похолодало, ребят, водичка. Похолодало. Ну, вот он, красавец. Первый есть, ребят. Есть первый. Сейчас мы возьмём инструмент. Да так, заглотил жадно. Сейчас мы аккуратненько его не повредить. Не повредить нам его, ребят. Ну, вот такую вот пака взял в кислоте. 10,5 грамм. Цвет хорошо на дону работал. Ну, чё? Первый хвост, ребят. От нуля ушли. Спасибо, дружочек. Спасибо. Сейчас мы его приведём, ребят, в чувства. Оп. Всё, пошёл. Фу. Ну, наконец, ребят. Первая рыба. А то я вообще уже думал, ну что ж такое? Вообще рыбы нет, что ли, на этом месте? Стоял вон там ниже по течению. Туда ушёл, сюда. Потом оборачиваюсь. Мой чайка здесь летает. Смотрю, что-то вроде как котлет. Я бегом-бегом по этим островам. Сюда-сюда-сюда. Ну вот добрался. Вот, покидал в тёмный цвет, потом в жёлтом цвете покидал. Ага, вон он, ниже по течению. Сейчас, ребят, может попробуем ещё прям ещё одного взять. Вот. Покидал один-второй цвет. Нифига. Думаю, дай поставлю вот этот такой кислотный, бело-зелёный цветом. И точно бах! Есть. И причём, вот зачастую берёт на оке, и не знаю, с чем это связано. Вот блесна падает. Вот только начинаешь выматывать, получается дуга, и вот он берёт. Так, ну хорошо, хорошо. Значит, рыбка есть. Рыбка есть. Ну, что-то как-то он поздноватенько вышел. Обычно в 9 там пораньше он начинает. Так, ну ладно, засекли. Самое главное, вот здесь он тусуется. Так, нет, не хочет. Так, ладно, сейчас ещё понаблюдаем. Ребят, есть второй нападение взял. На меня идёт. Тока блесна приземлился. Есть. Есть. Вот же с таким чётким ударом. Есть, ребят, второй. Красавец. Ага, ну чуть поменьше. Чуть поменьше вот такой вот хулиганщик. Только зима приземлился. Опа! На второй есть, есть второй. Поменьше, конечно. Ну вот, нашёл я место, где он более-менее крутится. Ну пока вот разные приманки. Пробую такие. Пака, не пака. Давай, дружочек, давай, иди. Спасибо. Хулиган. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну прям, только кинул. Бам! Вон он. Далеко отсюда играет. Ну вот, вот это вот участок. Я был отсюда метров 300, наверное. Поднялся. Ветер поднялся, конечно, капец. Ребят, будет шумно. Поэтому, блин, приношу свои технические извинения. Был вообще, ребят, пару ударов. Одного чуть-чуть подержал, и он сошёл. И вот сейчас был ударчик. Ну, в итоге я вот хожу. Он играет. То тут, как бы сыграет. Потом там ниже по течению. А вещи у меня вообще вон там. Метров, наверное, 250 отсюда. Но вот хочу дойти забрать вещи, потому что у меня там и воблеры, и стики. Там ещё вторая коробочка. В принципе, играет, можно сказать, что везде. Я вот отсюда стою, наблюдаю. В принципе, играет. Но в основном вся движуха вот здесь, вот в этом месте. Вот начиная вот с этого островочка. Здесь, получается, идёт основное русло. Вот здесь вот такой островочек. И здесь вот, ну, как бы такой закуточек, да, сбой струи. И вот здесь вот он трётся. А дальше уже пошли такие милюковые участки. Вот косы всякие, островочки. И вот так вот нет-нет, он где-то показывается. Но в основном вся движуха вот здесь. Поэтому сейчас, ребят, потихонечку иду-иду, кидаю. Забираю вещи. И перехожу сюда. И вот уже здесь буду, наверное, так сказать, всё оставшееся время находиться. А там посмотрим. Может, отсюда он переместится, туда. Но вещи надо пойти забрать. У меня там и покушать, и попить там, и приманочки. Вот. Ну, мне уже нравится рыбалочка. О, вот он, вот он впереди сыграл. И вот, что самое интересное, очень хорошо кидается, когда вот только вот приманка приземлилась в воду, шлёп какой-то вот. Только начинаешь крутить, у него есть реакция. Он берёт. По-разному вообще, на самом деле. Бывает, проводку делаешь, и на проводке он берёт. Ну, вот зачастую как-то только вот приземлилась приманка. То дуга, получается, начинаешь выматывать, то просто шлёп, бам, подбивает. Всё-таки есть эта часть ещё, конечно, вода мутноватенькая. Может быть, не очень он видит. Хотя, чёрт его знает. Проводки разные делаю. И агрессивную, с паузами. Просто равномерочку со сбросами. И с твичем. То есть, всё подряд пробую. Блёсны перебираю. В основном ловлю на пака. Перебираю. Такой цвет, такой. Ну, вот сегодня, по-моему, больше всего выходов было вот на такой цвет. Сейчас покажу. Вот такой вот он цвет. Вот. Вот это вес у неё 10,5 грамм. Такой, наверное, универсальный цвет. И вес такой же. Вот. Ну, похожу сейчас, похожу, ребят. Сейчас потихонечку дойду, вещи заберу и буду идти в обратном направлении. Прям под ногами взял, офигеть. Ооо, там выматывай. Я прям видел эту атаку вообще. Хороший жерех. Ну, такой, мальчилошник. Хах, прям выматываю, вижу. Бам! Уже блесну видел. Всё. Смотрю, вылетает. А, это и мой хороший. Дружбан. Ооо, ребятки. Ну, опять, кстати, заглотил тут. Довольно-таки хорошо, блин. Ооо, и опять вот эта блесна, ребят, сегодня вот. Прям вот этот цвет. Сегодня работает. Вот он. 10,5 грамм пока. Офигенно. Третий хвост, ребят. Три хвоста и ещё было три поклёвки мимо. Ай, ты красавица. Спасибо, дружочек. Спасибо. Всё. Пошёл. Класс. Прям выматываю уже. Вот, сколько тут? Два метра. Вижу такой силуэт. Пах! Красавица. Короточки. Хорошо, фракциончик был отпущен. Обычно, когда вот так рыба берёт на короткие, если хорошая, если фракцион затянут, обычно бам, и всё, и ушёл. Ладно. Будем продолжать. Ай, класс. Есть, ребят. Что-то небольшое, но есть. А то я думаю, ну, одни сходы. Сходят и сходят. Да что такое? Ну вот. И опять эта же блёсенька, ребят. Опять эта же блёсенька. Это что такое? Ребят, это щука. Тут, я думаю, повисло как-то без удара. О, ребят. Это щучка у нас. И всё на тот же воблер. Ой, на тот же пакок. Ай, ты моя хорошая. Хе-хе-хе-хе-хе, разбойница. Иди, мы тебя будем отцеплять. Ай, хулиганка. Как ты мне её не отпустишь? Ну, давай, мы тебя отпустим безобидно как-нибудь. Ага, почти. Чуть-чуть осталось. Ну. Опа. Всё. Давай, гуляй. Хе-хе-хе. Щука взяла, блин. Надо же, блин. Итак. Три жериха. Одна щучка, да. И четыре схода. Четыре схода. Ну, ничего, прикольно. Щучка взяла. Хе-хе-хе. Блин, надо же. Так, ребят. Ну, как-то жерих подзатих. Подзатих. Время уже почти два часа. Вот у меня недавно ещё была поклёвка. Чуть-чуть я его подержал, и он сошёл. Как-то стал он такой неактивный. Ну, хожу-хожу, смотрю-смотрю, там-там всплески пошёл. Ну, потихонечку подхожу, вроде подкидываю. Бам, вроде есть удар. И сходит. Ну, вот щучка взяла. Надо же. Ветер вообще раздул конкретный, блин. Так, ладно. Что, ребят, время уже 4 часа. Последнюю я поймал щуку. Это было, ну, где-то два, там, полтретьего. Ну, и всё, вообще стихло. Сижу, наблюдаю. Пока вообще тишина. Ну, решил дождаться вечера. Думал, съездить на другое место, посмотреть, как там. Потом подумал, сейчас переезжать туда-сюда, обратно. Думаю, ладно. Останутся уже здесь до вечера. Будет темнеть, там, посмотрю, как будет обстановка. Ну, надеюсь, что-то ещё поймаю. А так пока всё. Вообще затихло. Посмотрим, посмотрим. Может, ещё что-то будет. Ладно, будем продолжать. О, ребят, на воблер судак взял. Думаю, дай воблерочки покидаю. Ничего себе. Он такой судачишка. О, пятая рыбка в зачёте. Ничего себе. Вот это удивил меня судак. Ну, надо же, блин. Такой напильник, блин. Эх, ничего себе. Вот это да. Взял на понтоновский. Воблеровочек. Ну вот. Ещё одна рыбка в зачёте. Давай, дружбан. Вообще, кого-кого не ожидал. Так от судака в такое время. Да. Думаю, что сидеть, ждать жереха. А, был у меня ещё один удар. Вот он показался там. Пошёл, пошёл, пошёл. Кидал, кидал. Бам! Вроде есть удар. Всекая мимо. Ну, небольшой. Думаю, ну чё, надо на воблеровочке посидеть. Ну, чё делать? Чё сидеть просто так? Ну, судачок взял. Ну, ладно, будем продолжать. Так, ну что, ребят, вечереет. Десерочек так почти затих. Вот. Значит, обещал рассказать про пака. Значит, сегодня работал вообще вот этот цвет в основном. Значит, весит она 10,5 грамм. Вот это вот 10,5 у меня грамм. Потом вот это 10,5 грамм. Я думаю, видно, ребят. Вот. И вот это 10,5 грамм. Так, и вот эти у меня, по-моему, по 14 грамм. Они чуть побольше. Есть ещё пака у меня, но она большая. По-моему, 19 или 21 грамм. Ребят, чем хороша вот эта блесна? Я даже, наверное, не назвал бы это блесной. Это что-то между пилькером и блесной. Летит хорошо. Играет хорошо. Как бы при паузе, конечно, осыпается, но я бы не сказал, что хорошо проваливается. То есть, если вам надо провести горизонт над поверхностью или там полметра, то есть потихонечку, да, она будет горизонт держать. Самое основное, на что обратить внимание, когда покупаете, я, допустим, беру их на Озоне. Цена там 400, 500, 600 рублей. Значит, смотрите, как-то раз я чуть не налетел на какую-то шляпу. У Pantone 21, вот тут в глазике, будет цифра 21. Значит, вот это оригинал. Я один раз заказал, потом посмотрел, думаю, что-то я не то заказал. Смотрю, а там просто такая же она, ну, чем-то похожая. Но вот тут цифры нет, цифры в глазе не было. Так что обратите внимание. Самое основное, что, летит хорошо, играет хорошо. То есть, вот для меня это вот блесна номер один. Именно вот по жереху. Сегодня сработал вот этот вот цвет. Там номер цвета я, ребят, я не помню, не запоминаю. Вот, ну, вот такой цвет. Вот у меня вот, вот по мне лично, да, вот, вот это все самые ходовые цвета. Это вот такой вот беленький с кислотой. Потом вот такой серенький под натуралочку. Вот такой вот она зелененький оранжевый. И вот такой вот серебристо-оранжевый с кислотой. Вот, вот такие, наверное, основные цвета, на которые я ловлю. У меня еще и всякие блесны кукри есть, потом вот скифы есть. Есть вот РБ, да. Ну, я что-то вот на ОК как-то они не очень мне заходят. Вот. Я больше хотел рассказать про пак. Так что, если присматриваетесь, то вот берите самые такие ходовые цвета. И по весам 10,5 и 14 грамм. Они, по-моему, есть еще и 12 грамм. Но что-то я, по-моему, не помню, я их заказывал или нет. Так что так. А сегодня вот номер один. Вот этот цвет работал. И проводка сегодня. Агрессивная проводка сегодня не работала. Сегодня работала в основном такая она равномерка. Медленно такая, умирающая. С небольшими такими твичами. Даже, я бы сказал, сбросами назад. Ну вот. То есть всегда проводки работают разные. Но вот я вообще заметил на ОКе, в силу того, что вода может быть мутная, да. Плохо ему видно приманку. Вот. То есть вот надо экспериментировать с проводками. На Дону, допустим, вот я был, да. Вы, наверное, кто не смотрел мои ролики, посмотрите. Месяц назад я вернулся с Дона. Хорошо половил жереха. В Дону вода намного чище, чем здесь. И вот там в основном работала проводка агрессивная, с паузами. Или такая средняя, со сбросами. Ну, бывало и там наверх там выкидывал приманку. Тоже хватал. На ОКе вот эти проводки в основном не работают. Тут что-то вот надо как-то медленно подавать ему. Со сбоями, чтобы вот сбои были. Жерех очень любит сбои. То есть приманку ведете, бам, сбой. Или твич на себя, или сбой, пауза. Вот как-то надо искать. Но вот здесь сегодня конкретно работала вот эта проводка. Были, конечно, ударчики. Если всю я рыбу реализовал, то есть у меня было сколько, пять или шесть было еще поклевок. То есть трех взял, еще, ну, как минимум пять я должен был поймать. Было бы вообще шикарно. Но три тоже неплохо. Щучка и судачок. Ну, пять рыб в зачете есть тоже, думаю, неплохо. Ой, ну что, ой, ой, ой. Я уже так за целый день, конечно, накидался, подустал. Ну что, еще, наверное, часочки есть. Все-таки, надеюсь, будет еще какой-то вечерний выход. Вот. Ну, еще надо дойти до машины, переодеться, ну, и по-светлому выехать. Здесь так, дорога такая немного. Ну, я не могу сказать, что она плохая. В принципе, я на своей Ки, я проехал нормально. На легковухе. Вот. Ну, вот как-то вот с утра, с десяти, наверное, до двенадцати, вот до часа, вот еще была движуха. А потом все. Все стихло, так, нет-нет, он покажется, что-то там подсунешь, ему вроде бьет, но мелкий. Следующие, ребята, выходные, я поеду в другое место. Здесь ниже по течению, километра, я так посмотрел, килограмм, ой, километра, наверное, полтора, а то, может быть, и меньше. Там интересное место, есть копанный карьер. Вот. Как мне сказали, место тоже очень интересное, поеду туда. Вот. Ну, сейчас еще немного подожду. Будет, значит, будет. Нет, ну, значит, соберусь, поеду домой. В принципе, рыбалочка сегодня сложилась, мне кажется, нормально. Пять хвостов в зачете, нормально. Место интересное, ребят. То есть, получается, от моста, я мост переехал и пошел направо. Машину там езди поставить. Ну и все. И здесь вот так вот, здесь так основной фарватер идет. Ну и здесь пошел такой более-менее мелководный участок. Островочки. Ну вот. Жерих сюда выходит, кормится, гуляет. Может быть, время, может, время уже такое, как бы август, месяц уже такого сильного жора у него нет. Хотя нет, по идее, должен жрать. Может быть, сегодня день такой, то что, ну, как-то не особо он сегодня бил. А может быть, здесь его не в таком, он здесь не в таком количестве. Ну, ребят, тут только думать, гадать, голову ломать, да? Ну, вот, пожалуйста, кто-то вот, кто-то гоняет вот за спиной. Ну, это мелкий жерешок. Крупняка, конечно, нет. Когда крупняк гоняет, там такие всплески, там из воды все вылетает. Так что вот так. Да. Ну и целый день, вот смотрю, чайка вот там на островах сидит. Я бы не сказал, что она прям взлетает там, где котел, она там малька пожирает. Нет, такого здесь тоже не было. Но день на день не приходится. Ладно, подождем. Ну что, братцы, буду, наверное, заканчивать сегодняшней рыбалочкой. Время уже почти 7 часов. Солнце уже вот-вот чуть-чуть осталось и сядет. Ну, тишина на водоеме. Вообще, ветер стих. Ну, посмотрите, какая красотень. Прикольно. Ветер стих и рыбы нет. В принципе, съездил нормально. Новое место. Мне понравилось. Место интересное. Ездя, погулять, походить. Хорошее место. Берег открытый, чистый, дно чистое. Так, у каких дикаряшки торчат, но их видно. Походить вот так, побродить там в болотниках или в эдерсы одеть. Здесь нормально. Вот. Ну, что по итогу. Три жереха. Было еще пять или шесть поклевок. Что-то взял, что-то нет. Щучка небольшая. Ну, и судачок там взял на выбирочек. Ну, и все. В принципе, ребята, я доволен рыбалочкой. Нормальная рыбалочка. Самое главное, не с болтом. Рыбка была. Рыбка более-менее хорошая. Один жерешок там кило, ну, кило плюс. Ну, и два там чуть поменьше. Ну, и щучка, сами видели, маленькая. Ну, и судачок примерно такой же. Так что так. Будем ждать следующие выходные, ребят. Поеду еще ниже по течению. Говорил, да, место интересное вроде, как мне сказали. Поеду, посмотрю. Так что так, братцы. На сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Всех обнял. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok